Здравствуйте, представьтесь, Анечка. Анечка, у нас предстоящая игра с Тулой, а там главный тренер, это однофамилец ваш? Почти. Что вы думаете о команде, о построении игры, о готовности выходить мужа против жены? Тула прекрасная команда, хороший тренер, хороший тренерский штаб. У него свои задачи, у меня свои задачи. Анечка, спасибо большое, это было потрясающе, хорошего вечера и удачи на игре. Спасибо. В ближайшие выходные 9 и 10 апреля в Казани состоится заключительный уикенд регулярного чемпионата России по волейболу, как у мужчин, так и у женщин. Впереди лишь решающие матчи плей-офф. 9 апреля в 18 часов по московскому времени «Динамо Акбарс» примет Туллицу. А 10 числа в 17 часов «Зенит Казань» сыграет против «Урала». Уважаемые болельщики, мы будем очень ждать вас на трибунах Центра волейбола. Перед заключительными турами два казанских коллектива досрочно обеспечили себе победу в регулярке. Первое место и преимущество домашней площадки в решающих матчах сезона. Команда Решата Гелезудинова не дрогнула в очень тяжелом марте. И после поражения от московского «Динамо» одержала 6 побед подряд. Регулярку? Насыщенно, как обычно. Много игр. Думаю, это все на пользу. Сейчас все равно начинается новый этап. Пл-офф, можно сказать, заново все. Надо мобилизоваться. Поэтому я считаю, что победа в регулярке дает только преимущество своей площадке. Основная проверка и основная работа начинаются только сейчас, как раз в пл-офф. Это будет проверка твоей готовности к победам, как ты провел сезон, какие выводы сделал, что ты натренировал. Предстоящая встреча станет последней проверкой перед стартом плей-офф, где в первом раунде казанская команда сыграет с краснодарским «Динамо». При этом остальные пары до конца неизвестны. Локомотив еще может обойти москвичек, а протона передить «Уралочку». Там были важные игры, в том числе и слокомотивы, которые мы выиграли, за счет этого остались на первом месте. Но любое поражение – это большой стимул к трудовым подвигам. Поэтому они нужны в спорте однозначно. На самом деле, мне кажется, могут все преподнести сюрпризы друг другу. И пара Москва-Ленинград, Калининград-Протон. Тоже, я думаю, не все там так предсказуемо, стабильно и понятно. Потому что и Калининград ищет свою игру. Да, это просто плохо, что случились эти обстоятельства. И приходится играть, искать свою игру в плывов. Казанская команда после возвращения из Красноярска, где одержала непростую победу, хоть и с сухим счетом 3-0, спокойно готовится к игре с Тулицей в полном составе. Более того, чтобы усилить конкуренцию перед решающими матчами сезона, в состав «Динамо» вернется Татьяна Костина, которая в этом сезоне как раз-таки выступала на правах аренды за Енисей. И в последней игре против «Динамо» набрала 13 очков. Костина, к слову, 5 сезонов выступала за молодежную команду «Динамо» с 2016 по 2021 года. Ого, ого, это вы такие-то, да, ну, ладно, да, ждем Таню Костину, но не только ее. Не все вы знаете, ха-ха-ха. Тулица же, пожалуй, главное открытие сезона. На старте ей руководил наш старый знакомый Александр Перепелкин, который в январе возглавил Енисей. А его место занял экс-тренер молодежной команды «Динамо Акбарс» супруг Анны Подкопаевой Андрей. Уже вместе с ним Тулица в какой-то момент забралась аж на вторую строчку в таблице. Но все же, уступив прямым конкурентам, в итоге осталась на четвертом месте. И в первом раунде плей-офф сыграет либо с «Уралочкой», либо с «Протоном». Я, в принципе, к нему неравнодушно отношусь, как тренера. Очень рада за него, за то, что предложили такую работу. Он, я знаю, очень доволен. И я не скажу насчет открытия, но команда очень хорошая. То есть желаем успеха и удачи. Команда боевая, непростая. То есть показывала зубки на протяжении всего сезона. Поэтому победа важна, нужна и будем настраиваться максимально. Лидером Тулицы и девятым бомбардиром Суперлиги является Анастасия Азанова. Также отмечаем двух экс-волейболисток «Динамо Акбарс» Дарью Малыгину и Анастасию Бавыкину, которые способны преподнести сюрпризы. В целом состав Тулицы достаточно ровный. И все командные успехи образованы именно от слова «команда». Да все вместе. То есть пока все равно мысли о Туле, игре с Тулой, потому что это домашняя игра. Нужно показать хорошую игру при домашних болельщиках. Мы играем в своем зале при своих руководителях, при своих зрителях. То есть никаких мыслей о поражении нету. То есть только победа. Уикенд большого волейбола в Казани. Заключительные домашние матчи регулярного чемпионата. 9 апреля в 18.00 «Динамо Акбарс» улица. А 10 апреля в 17.00 «Зенит Казань» Урал. Увидимся в центре волейбола.